Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами упражнение 2325 Packet Tracer. Для этого нужно всего лишь сам Packet Tracer, хорошее настроение, а также 10 минут свободного времени. Что ж, начинаем. Для этого переходим во вкладку с самим заданием, скачиваем пока файл, а также инструкции к нему. Для того, чтобы скачать инструкцию, нужно нажать на ссылку, откроется инструкция, и потом нажать кнопочку скачать. И сохраняем нужную вам папку. Все, вот она сохранилась и открылась. Здесь вам нужно будет заполнять вот эти вот места и отвечать на вопросы. Открывается пока файл, он открывается буквально несколько секунд, так что мы подождем, и сразу начнем наш Packet Tracer. Вот он открылся, и здесь нужно ввести ваше имя, email и название самой группы, и нажать кнопочку yes. Вот у нас все открылось. Теперь наше задание мы можем сделать немного больше и закрепить его с помощью кнопочки tab. Теперь, когда мы будем что-то делать в самом Packet Tracer, она не будет скрываться. Ну что ж, начинаем. Нам нужно сделать базовую настройку коммутаторов S1 и S2 и Pk1 и Pk2. Ну, начнем. Для этого переходим в коммутатор S1, в командную строку и нажимаем кнопку enter. Теперь нам нужно устроить имя коммутатора. Для этого вводим команду enable и вводим enter. Далее вводим команду config terminal и тоже enter. Далее нам нужно ввести команду, которая присвоит имя коммутатору. Это команда hostname. Hostname и S1, которые есть на задании. Далее нам нужно то же самое повторить для коммутатора S2. Вводим команду enable, вводим команду config terminal и вводим команду hostname. и S2. Нажимаем enter. Так, теперь, чтобы настроить коммутатор S1, нам нужно настроить ему пароль для консоли и также пароль для режима access. Вот у нас коммутатор S2 и вводим сначала секретный пароль. С помощью команды enable secret и наш пароль по заданию это слово class. Вот оно. Что мы делаем? Class. И нажимаем enter. Все, наш пароль настроен. Теперь нужно настроить пароль для консоли. Для этого вводим команду line console 0. Вот line console 0. Нажимаем кнопочку enter. Далее вводим команду password и наш пароль. Наш пароль команда cisco. И нажимаем enter. Также обязательно не забыть вводить команду login. С помощью нее наш пароль активируется и мы сможем его использовать при входе в сам коммутатор. Что мы и делаем? Вводим команду login. И теперь возвращаемся в предыдущий режим с помощью команды exit. И нажимаем enter. Теперь у нас настроен секретный пароль и пароль для консоли. Теперь нам нужно проверить правильность настройки наших паролей. Для этого выходим в режим access с помощью команды exit. Вот он. И теперь нам нужно ввести команду show runningconfig startupconfig. Для этого просто ее пишем. Show runningconfig startupconfig. Нажимаем enter. Как мы можем видеть, наш enable secret настроен. И вместо обычного стола класса у нас зашифрованный пароль. Вот он. Далее мы можем нажать кнопочку enter и подождать несколько секунд, пока у нас высветится вся информация, и посмотреть, что пароль для консоли у нас тоже настроен. И он cisco. Теперь нам нужно настроить баннер. Для этого возвращаемся в режим конфигурации. С помощью команды config.terminal или ее сокращенный вариант conf.t нажимаем enter и теперь вводим команду banner mod. Вот он. И теперь открываем скобочку. Вы можете переписать сам баннер, придумать свой, или просто скопировать, как это делаю я. С помощью команды ctrl-c и далее нажимаем кнопочку paste. И закрываем нашу скобочку. Enter. Все. Наш баннер построен. Далее нам нужно сохранить файл конфигурации в nrun. Для этого опять же возвращаемся в предыдущий режим с той же командой exit. И далее вводим команду copy runningconfig startupconfig. Чтобы не писать команду полностью, мы можем ввести слово copy, потом ввести слово run, нажать кнопочку tab, потом нажать st, тоже tab, и нажать enter. Нас спрашивает сохранять ли это, нажимаем да. Все, наши конфигурации сохранены. Теперь то же самое нам нужно сделать с коммутатором s2. Так. Вводим наш пароль для консоли с помощью команды lineconsole 0. Далее команду password. Пароль для консоли у нас cisco. Команду login обязательно. И выходим в режим конфигурации. Дальше секретный пароль enable secret. Вот он. И наш секретный пароль также класс. Enter. Наш секретный пароль настроен. Теперь нужно также настроить баннер. С помощью команды banner mod. Открываем скобочку, вставляем наш баннер, закрываем скобочку, нажимаем enter. И теперь сохраняем нашу конфигурацию на коммутаторе s2. Возвращаемся в предыдущий режим. Вот он. И теперь та же команда copy runningconfig startupconfig. И нажимаем enter. И подтверждаем. У нас показало окей, значит мы сделали все правильно. Теперь нам нужно настроить IP адреса для pk1 и pk2. Для этого всего лишь нужно нажать на pk1, перейти в вкладочку desktop и нажать ipconfiguration. Теперь здесь нам нужно переписать наш IP адрес. Где его взять? Чтобы посмотреть IP адрес, мы рисуем самый верх и видим, что напротив pk1 в таблице вот IP адрес. Мы его копируем и вставляем. Также нужна маска по сети. Можно ее тоже скопировать и вставить, но обычно она прописывается автоматически. Мы можем только сверить. Да, все правильно. Закрываем и повторяем то же самое для pk2. Переходим в вкладочку desktop, ipconfiguration, копируем IP адрес, вставляем и маска по сети у нас записывается автоматически. Закрываем. Что же дальше? Теперь нам нужно настроить IP адреса для наших коммутаторов. Для этого открываем коммутатор S1, нажимаем enter и вводим команду interface vlan1. Я сейчас в режиме access, мне нужно перейти в режим конфигурации. С помощью команды config terminal, вот. Теперь вводим команду interface vlan1. Нажимаем enter. И теперь нужно ввести IP адрес для коммутатора S2. Вводим команду ip address, вот он, и вводим IP адрес коммутатора S2. Он у нас есть в примере, а также его можно скопировать вот здесь. Нам нужно IP адрес и потом через пробел поставить маску по сети и нажать команду enter. Далее нам нужно активировать наш интерфейс с помощью команды no shutdown. Что мы делаем? Вводим команду no и слово shutdown. Нажимаем enter. Все, наш интерфейс активирован. Можно нажать еще раз enter и выйти в предыдущий режим. Вот так вот. То же самое нам нужно повторить для коммутатора S2. Вот он. Вводим команду config terminal. Теперь вводим команду interface vlan1 или сокращенно int vlan1. Теперь IP адрес. И вводим наш IP адрес, который записан в таблице. Вот, вставим IP адрес и теперь нужно поставить нашу маску под сети. Нажать enter. И далее активировать второй интерфейс с помощью команды no shutdown. И нажать кнопочку enter. И еще раз. Теперь возвращаемся в предыдущий режим с помощью команды exit. И у нас все настроено. Теперь смотрим. Внизу у нас пишут количество баллов, которые мы набрали. У меня все сделано правильно. И я набрала все 100% баллов. Можем нажать кнопочку check results. И проверить. Все ли настроено верно. И как видите, да. Я думаю, что у вас тоже все получилось. Поэтому я вас поздравляю. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok